что самое интересное за столько лет эксплуатации квадроцикла, все что мы с ним сделали в первый год эксплуатации сейчас все реализовано практически все, кстати вот тормоза все таки до сих пор старые стоят у которых одна колодка выпадает когда и стирается а все остальное в принципе уже реализовано на многих моделях квадроцикла и это лайк однозначно ну и в принципе я тоже доволен этим квадроциклом, столько он нам принес эмоций все старте так долго не жми не жми старте давай за воде погазуй-ка как вам отлично и так квадроцикл который перешел Андрею от старшего и моего сына из поколения в поколение так скажем наш квадрик один из первых китайцев на двигателе альфа который мы уже делали переделывали вносили изменения короче как в простонародье называется тюнинговали и что же мы сделали конечно визуалка это крылья так как мы ездили в основном по грязи использовали квадрик по назначению мы поставили вот такие железные мощные крылья чтобы ребенок более-менее оставался чистым конечно же фара хорошая фара чтобы можно было ездить по ночам потому что штатные одно лишь только название также из визуализации что же мы сделали поменяли по кругу амортизаторы полностью также у нас поменяна резина задняя поставили вот такой протектор более мощный задний потому что у нас истерлись очень быстро передний это еще полный сток но есть уже местами небольшие трещинки но тем не менее огонь резина работает здесь у нас были тканевые такие вот вставочки понятно они уже сгнили и уничтожились и так что же касается технической части какие изменения за столько лет а у нас получается это 8 лет какие изменения и доработки были сделаны еще с внешним видом поработал старший сын покрасив его синим цветом под цвет логотип Ямаха покрасил синий цвет ну понятно на пластике на китайском пластике он не держался и он весь облупился ну как и крылья на самом деле надо бы его обновить так же перетянули уже сидушку это уже вторая перетяжка первая и стерлась по технической части по двигателю у нас делался капитальный ремонт двигателя не задействована была в ремонте только коробка передач менялись все цепи головка блока все пружины там менялись прокладки цилиндр поршень менялся менялся карбюратор потому что тот не подавался регулировки вообще все цепи менялись дополнительно мы поставили фильтр-бокс от скутера он идеально сюда встал потому что ездили по грязям которые фильтр кстати почему и запороли первый двигатель из-за того что вот этот фильтр-бокс который такое ситечко и железное он не защищал вообще там по грязи проехали когда здесь все было в грязи сняли его и весь этот песок был в карбюраторе и на выкидку пошел и карбюратор и внутренности потроха кстати коленвал мы его не меняли также как вы видите поставили дополнительную защиту двигатель так называемую распорку от крепления взяли от ижа сюда приварил такую вставочку и на шпильку кстати крепление есть для двигателя но почему-то распорки не было потому что при движении постоянно спадала цепь и двигатель вот так вот болтался при нагрузке он сюда уходил и цепь спадала поставили распорку и вопрос закрылся а что касается подвески поменяли амортизаторы потому что штатный у нас загнулся вообще буква зю поменяли этот задний амортизатор и поменяли в передний в круг как говорится также у нас задний суппорт мы тоже поменяли был здесь другого типа суппорт но на него во-первых какая была проблема когда ездишь по грязи мы ездили по грязи колодки истирались прямо за одну покатушку и они выпадали когда они выпадали цилиндр сжимался вставал наискосок вытекала вся тормозуха все это было в грязи это нам надоело постоянно менять колодки а колодки как специально стоили очень дорого порядка 400-500 рублей и мы поменяли полностью суппорт для этого пришлось переварить крепление и поставили вот такой суппорт на гвозде прямо выгибается гвоздь колодка вставляется и все и кстати что ни странно эти колодки ходят намного дольше и стоят 150 рублей даже до сих пор также был заменен диск потому что от старого суппорта диск весь истерся и стал тонкий потому что там ездили и металл обметалл шкрябали на этих колодках все огонь и диск и суппорт все работает что касается еще задней части полностью заварили весь этот механизм натяжения наглухо потому что он постоянно откручивался ездили мы очень долго как бы эксплуатация была такая активна и сделали вот такой как мотоциклетный во первых мотоциклетные направляющие и сделали вот там ролик поставили дополнительный режим натяжки цепи ход цепи стал намного лучше и цепь перестала спадать что касается управления управление осталось неизменным единственное что мы поменяли газ на мотоциклетный вот таким образом по одной простой причине у ребенка когда мы ездили в холодное время суток у него мерзли руки из-за этого мы ему сделали вот такой газ ну пусть приучается может быть это менее безопасно но тем не менее привык не было таких инститентов что он куда-то там ездил единственное это конечно неправильно на квадроцикле если зимой эксплуатируется если газ заклинит замерзнет получается контроля нету сцепления здесь нету он поедет пока куда-то не упрется но таких инцидентов у нас не было передние подвески нижние рычаги они были переварены так как в них была варена шаровая если она выходит из строя то в принципе такой рычаг не найдешь еще раз повторюсь это один из первых квадроциклов китайцев со всеми болячками геморроями которые мы решали по ходу из-за этого я принял решение просто обварить приварить пластину просверлить и поставить шаровую от квадроцикла от большого квадроцикла точнее не шаровую а рулевой наконечник и там точно так же и в итоге у нас сверху два рулевых наконечника от взрослых квадроциклов где нагрузка рассчитана вот это по-моему от СФ500 у меня один рулевой наконечник оставался сюда поставил а это от какого-то 250 квадроцикла мощного но они сюда идеально встали можно идеально отрегулировать сход-развал тем самым поставили и закрыли вопрос больше они нас не беспокоили что касается передних тормозов гидравлических передних колодок это все ходит долго если честно за всю эксплуатацию по-моему меняли пару раз ну что отличная техника главное она ездит и не стоит в гараже и приносит удовольствие подрастающему поколению я думаю эта же техника перейдет вот этому маленькому София будешь ездить на этом маленьком квадроцикле ну как-то так вот такой у нас китаец живучий китаец старичок но до сих пор приносит удовольствие кстати на тот момент когда мы делали капитальный ремонт двигателя что-то полностью весь ремонт вышел около трех тысяч рублей потому что вот поршневая со всеми пальцами со всеми меня еще удивило тысяча чем-то рублей тысяча двести что ли плюс там еще прокладки короче огонь главное приносит удовольствие и ребятки занимаются а сейчас я добавлю видео когда мы ремонтировали делали капитальный ремонт двигателя на этом квадроцикле подгазуй чуть-чуть ну что мы это сделали да работает как часики Андрей все глуши я его закачу что сильно ноги промочил да сильно ноги промочил ну давай раздевайся в тамбуре ладно грязный но довольный ну что наш старенький китайчик ну что Андрюха как у тебя дела а что ты ногу-то полностью ставь ну-ка подними достань-ка из воды о красная да смотри нога отлично полностью засовывай старый древний старый древний рецепт чтобы не болеть хе-хе достаточной